Добрый вечер, дорогие телезрители! Программа «Вечерний разговор» с Сергеем Скрипником начинается. Страна в ожидании изменений к лучшему. Но не все лучшее, хорошее. Сегодня у нас в гостях председатель общественной ассоциации Молдова МЯ Федор Гелич. Добрый вечер! Добрый вечер. Давно не виделись. Время летит, лучше не становится. Подсчитываем убытки, а прибыли нет. Вот сегодня у вас было заявление, обращение к парламенту о том, что вы дали срок до 1 мая, чтобы обратили внимание на общество, на гражданское общество нашей республики. Может, вы как-то обрисуете более в обширной форме? У нас в ассоциации тоже люди разные. Это общественная ассоциация и люди совершенно с разными взглядами. Есть военные в отставке, есть прокуроры в отставке. То есть люди, которые неравнодушны вообще в своей стране, своему государству. Есть люди, которые придерживаются разных политических взглядов, разной геополитической стратегии. То есть кто-то пророссийский, кто-то прорумынский, кто-то за суверенитет. Но что самое странное, что ко мне приехал один из наших активистов и говорит, слушай, Федор, мы все понимаем, но мы не можем больше молчать, потому что это дальше кончится трагически. Это мы плохо кончим. Вы, как военный человек, знаете, что в этой ситуации мирная демонстрация или мирные протесты могут быть до того момента, пока не раздастся выстрел с какой-то стороны. Если, не дай бог, кто-то с одной или другой стороны выстрелит, тогда уже не остановишь ничего. И мы долго общались, вот выходной день, и говорю, что мы будем делать? Ну вот что мы можем, вот вы тут, вот ты за Румынию, ты вот за Россию, так условно. Я говорю, что нас обвиняет? Вы знаете, что меня удивило, то, что всех, все отбросили свои политические, геополитические взгляды и пришли к выводу, что нам нужно спасать страну. Надо всем объединиться и поменять власть. То есть, это редко бывает, вот, знаете, есть какая-то все-таки изюминка, которая объединяет и сплачивает всех. И когда мы, где-то, это было где-то к четырем часам вечера, мы приняли решение, что я зачитаю сегодняшнюю декларацию, мне поручили, выходишь один, нам там делать нечего, ты все передашь, все, мы составили наше предложение. И мы пришли к заключению, чтобы нас не упрекали, или чтобы власть не говорила, что народ идет на диалог, что общество сегодня только критикует и спрашивает. И мы решили дать три месяца. И не просто дать три месяца, а мы предложили даже участвовать совместно с правительством в реализации тех программ и тех экстренных вопросов в экономике, в социальной политике, чтобы была консультация с теми непосредственно людьми, которые там внизу. Потому что у нас власть настолько оторвана, что они, я когда-то президенту Лучинскому сказал одну такую фразу, вы понимаете, между народом и вами существует фильтр, это ваше окружение, которое фильтрует этот весь базар. Мы не слышим, что вы говорите, а вы не слышите, что мы от вас хотим. Вот этот фильтр, он во все времена, он всегда был самый, ну, мезопакостный вот этот контингент, который создает всегда проблему. И мы предложили сегодня правительству создать общественный совет, вот как в России. Очень яркий пример того, когда первое лицо государства имеет возможность высушить мнение. Это было в 2001 году, в 2003 году притарливо. Я был членом экономического совета, я еще возглавлял финансовые ревизии бюджетных структур, где мы проверяли расход бюджетных денег. У меня есть опыт, три года. Мне такую власть дали, что одно упоминание моей фамилии, все помнят, как это было. Мы принципиально всегда проверяли, дали тебе деньги, покажи, куда ты их делал. Мы тендера проверяли, мы так шерстили, мы так переворачивались, что на нас постоянно жаловались. То Воронину, когда он был президентом, то Тарливу. Но эффект был, мы охраняли народные деньги. И мы это сегодня предложили. И более того, мы предложили и парламенту. Вы знаете, по нашему мнению, парламент нынешнего созыва, ну практически он не поменялся, кроме социалистов добавились. Ну к социалистам, будем говорить так, они в оппозиции, пока к ним особо вопросов нет, кроме Додона и Гречана, которые зацементировали эту власть. Потому что вы помните, когда они голосовали за Тимофтья, последнюю лопату цемента, чтобы сделать железобетон, добавил кто? Ну Игорь Николаевич Додон вместе с Зинаидой. Ну это другая тема. Но тот состав, который был на протяжении 4 лет, в присутствии которых обворовали страну, это не просто обворовали, это просто страну разрушили. Я бы так это дело обозначил. Они все имеют прямое, косвенное значение, пусть каждый доказывает, как хочет, к этому воросту. И никто из них морального права не имеет сегодня присутствовать и пребывать в парламенте. И мы высказали радикально свою точку зрения и предложили парламенту, чтобы как-то свою совесть немножко, если она есть, конечно, я прекрасно понимаю, что мы, может быть, это выглядит со стороны неубидительно, смешно, но мы, знаете, когда-то Ленин говорил, сделай шаг назад, чтобы два шага сделать вперед. Мы сделали сегодня и предложили правительству и парламенту диалог. Мы вам даем так, чтобы такой месседж передали мы им со смыслом. Мы вам даем шанс после досрочных выборов и президента, и парламента жить в Молдове. Шанс, чтобы вы сами добровольно, без мятежа, без революции изменили в Конституции статью, где бы народ получил право избирать президента всенародным голосованием, чтобы они сами сегодня снизили количество парламентариев в Молдове. Ну, 101 человек на 2 миллиона, это смешно. Вот то, что вы предложили, вот это вот все вами обозначенное, давайте пойдемте по пункту. Ведь здесь появляются вопросы, 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 вопросы. Ну, во-первых, снизить количество парламентариев у нас, да, со 101 до 75, да, вы? Ну, мы предложили 51. 51, ну, 75 бы оставили. Ну, пускай 71, пускай 51, но все равно это количество. Ну, хорошо, 6, 5 плюс 1, 6. Ведь если прямое, значит, поменяют Конституцию и будет прямое голосование за президента страны, это автоматически привнесет еще дополнение статьям Конституции, где президенту нужно расширить полномочия, при котором, расширив его полномочия, да, президента, так должно быть, если он избирается. Ну, мы выступаем за президентскую республику. Вот, вот, я понял уже. То фактически вы ущемляете права парламента. Ну, вывести из парламентской республики в полупрезидентскую республику. Так будем говорить. И здесь получается, что вы себе очередной раз, как говорится, гембель на голову получили. Ведь никто на это пойти не может. Одна только партия, которая ратует за те изменения, которые вы предложили всему парламенту, это Демократическая партия Молдова. Они давно об этом говорят. Очень давно. А мы не поменяем Шилла на Мойла потом? — Сережа, у нас нет другого выхода. — А у нас вообще выхода нет? Замуровано, вы же сказали. — Да, к сожалению, знаете, когда все дерьмо, так культурно выражается, то надо уже выбирать то, которое меньше воняет. У нас нет другого выхода. Если говорить о парламентской стране, мы увидели, ведь что такое парламентская форма правления? Это должно быть в стране, вот этот политический класс высшим уровнем этикета и культуры. У нас это отсутствует. У нас, извините за термин, политическое быдло, которое приходит к власти для того, чтобы только обворовать. У них приоритеты только одни. Вот он пришел в парламент. Вы знаете, у меня был одним высокопоставленным советником. Я по естественным причинам не могу выдать откровенный разговор. Когда я его спрашиваю, ну почему не продвигается в Молдове и в парламенте, и в правительстве цивилизованные предложения, которые исходят от инвесторов, которые исходят из международной структуры, где экономики Молдовы дали бы немножко воздух и чуть-чуть дали толчок, чтобы она что-то продвинула и чуть-чуть улучшить жизнь людям. Я настолько эмоционально, ему вот чуть ли не стучал кулаком по столу, видимо достал, и он говорит, слушай, я тебе объясняю один раз. Вот слушайте цитату его. У нас, чтобы что-нибудь продвинуть в парламенте или в правительстве, чтобы они проголосовали, каждый думает, что я с этого буду иметь, если я подниму руку. Ничего не меняется. То есть вы понимаете, в чем дело? Я не дилетант. Я прекрасно понимаю, что кого бы мы сейчас не избрали в парламент, это, к сожалению, это правда. Не в обиду молдаванам, я сделал заключение, что молдаване не умеют управлять страной. Нами должны управлять либо Россия, либо Российская империя, либо Румыния. Это моя позиция, моя точка зрения. Но сейчас, чтобы просуществовать в государстве Молдова, мы должны парламент на сегодняшний день отодвинуть в сторону, избрать главу государства, отца нации, по образцу Лукашенко, от Усатого, его любимицы, президент Беларуси, должен быть избран всенародным, неважно, кого народ изберет, во всяком случае, это народ будет или страдать, или будет радоваться. Но главный приоритет в том, что глава государства, кто бы он ни был, он не будет зависеть от этой коррумпированной, криминальной, политической структуры, которая у нас есть. Я уверен, исходя из человеческих соображений, когда президент избирается народом, то я сто процентов уверен, что если бы сегодня Тимофтьев был избран с теми полномочиями, даже которые у него сегодня, то он бы не плясал перед этими, не буду выражаться, сидящими в парламенте и спрашивал, как вы думаете, что вы думаете, он бы взял бразды управления в жесткие руки и не позволил бы никому не шантажировать его, не указывать ему, потому что он несет ответственность перед народом, который его избрали. Это фактор человеческой психологии. Во-вторых, президент должен выполнить самые, ну, две главных функции, которые ему, я считаю, нужно доверить. Это назначение генерального прокурора и назначение судей. Вот эти две, два института он должен лично курировать. Остальное парламент задачу поставил. Вот вам очень все просто. Дайте предложение по социальному развитию, по экономическому развитию страны. Не справляетесь, у него должны быть полномочия разогнать. Я уверен, что из нас другого выхода нету. Парламент разогнать. Что такое Молдова сейчас, Сережа? Это большой колхоз. Обыкновенный колхоз. Прогресс, как вы хотите, называйте, 40 лет без урожая. Должен быть глава, которому доверили управление страной. По-другому мы не выживаем. Мы поэтому и приняли решение, да, оно может быть не совсем, оно идет в разрез с той демократией, которую нам предлагают на Западе. Может быть, она где-то, ну, 100% она встретит несогласие. Где-то, может быть, нам будут упрекать в том, что мы не преследуем демократические принципы. Мы живем в нашем доме и мы будем сами решать. Пусть придет диктатор. Но вы противоречите сами себе. Что я? Сказали, что Молдова сама управлять не может. Я имею душу в данной ситуации, в данной ситуации, чтобы поправить и доказать, мне, знаете, после моего высказывания, что Молдова единственный выход объединиться с Румынией, вы можете представить, среди русскоязычных, сколько я получаю упреков и так далее. Даже дома в домашней семье. У меня жена, кстати, молдаванка, она категорически против. Я украинец, я зай, поэтому у нас вот такой семейный нет. Но чем я руководствовался? За 25 лет я достаточно веду активную общественную политическую деятельность. Я со всеми политиками знаком, я внимательно наблюдаю. И это, я пришел к логическому завершению. И сегодня, пока этот этап будет определяться, потом народ решит большинство. И я сказал, что если народ проголосует за объединение, то я буду голосовать за. это я открыто, прямолинейно говорю. Но пока это будет, пока... А вы в либеральную партию не вступили? Нет. Нет? Нет. Вы даете слово? Я не вступил, я не являюсь членом либеральной партии никакой. Я вам говорю, я улыбаюсь, вы вступили в либеральную партию. Нет, нет. И пока мы до этого дойдем, это моя точка, это моя позиция, если хотите. Вы говорили, это долговременный процесс такой. я был радикальный, я очень сильно переживал, когда Советский Союз развалился. Я тогда был военным, служили мы в главку, здесь в юго-западном направлении, в главном политическом управлении. Это только я и мои друзья военные, которые помнят, как это все проходило, как у нас на глазах разваливалось государство. Я после этого, уже мы смирились, и я был душой, мечтал, что Молдова с Приднестровьем со всем вместе может стать маленькой Швейцарией на восточной части Европы. То есть, два государственных языка, все будут жить в мире. Этот гибрид национальности, это прекрасный народ. У нас возможности были построить, ведь здесь когда-то мигранты из царской России, здесь же не шли алкаши, это же была эрудированная интеллектуальная часть со всего бывшего Советского Союза, и формировалось население с высокими интеллектуальными качествами. Но я не знаю, что произошло в Молдове, почему мы 25 лет не можем жить вместе, почему мы разодраны все, почему мы на сегодняшний день с такой яростью друг к другу относимся. А может быть только по одной причине, что нет национальной идеи? Все время декларируют какую-то национальную идею, но есть же национальная идея, которая должна прозвучать из уст государства. Мы имеем в виду государство, это политики, но наши политики, вы понимаете, что сегодня они стремятся к власти, они прекрасно понимают, что попасть в власть, нужно сегодня работать по принципу разделяя власть, то есть народа разделили, кто на запад, кто за Европу, кто за Россию, а кто за суверенитет. И вот таким образом все политики меняют друг друга, и по этому принципу сегодня народ держит вот на таком враждебном состоянии друг к другу. И мы, да, мы сегодня в открытую, да, я вышел, сказал, что мы, если нас допекут и доведут до такой красной линии, когда у нас уже терять нечего будет, мы силой пойдем захватывать власть. Это угроза государству. Вы меня не поняли, это не угроза государству. Это предупреждение? Это мы предупреждаем сегодня политиков, чтобы они вывести, обратите внимание, мы же не идем завтра захватывать, мы даем им время, более того, мы согласны сегодня с ними сотрудничать на предмет конкретных решений. Мы сегодня в части социальных вопросов пункт номер один, чтобы не расписывать все проблемы, просим одно, до весны, до 1 мая мы должны повысить пенсию минимальную, хотя бы тысячу лей, минимальную, не 600 лей, если вы видели, сколько через нашу, мы же еще и благотворительностью занимаемся, сколько приходит пенсионеров, это жутко, учительница, интеллектуальная женщина, всю жизнь учила детей, и она пришла ко мне и просит что-нибудь покушать, у них нечего дома есть. Я вам рассказывал, я в субботу был свидетелем рабочей, слесарь автосервиса, через дорогу, я зашел в магазин, он стоит перед прилавком, ему не хватает копеек купить одну сосиску и один хлеб, чтобы пообедать, нету работы, нету клиентов, все растерянные, к чему мы идем. Скажите, пожалуйста, после того, что сейчас все происходит, мы можем нормально себя чувствовать, вы говорите угроза, когда нам власть угрожает, сделал нас нищими, обобрали весь народ, когда наших детей выгнали за границу, когда мы родители остались при мирном существовании, без детей, и старость наша под угрозой, когда мы в старости можем быть нищими и голодными. Скажите, пожалуйста, в такой ситуации что я должен делать? Да я пойду на баррикаду, я погибну в борьбе с автоматом, что хотите с руками, но я хоть с честью погибну, а сидеть молча, умирать, как животное, я не буду. Вот так получилось, что мы, наверное, все военные немножко обостренным чувством чести, и вот мы в субботу довольно-таки агрессивная ситуация была, и мы готовы идти в бой, у нас нет другого выхода, но чтобы нас не упрекнули, чтобы нас не обвинили в том, что мы сегодня призываем людей, мы даем им шанс, потом, чтобы они не говорили, что мы не готовы были сотрудничать, что мы только критикуем, мы готовы помочь, мы готовы сегодня рядом с премьер-министром, давайте, мы сядем, будем обсуждать насущные проблемы, не виртуальные, а насущные, конкретные, один шажок, второй шажок, давайте остановим, я вот сегодня ехал, когда на пресс-конференцию, мимо посольства Румынии, посмотрите, что там творится, а это же все уезжает, уезжает и уезжает, скажите, пожалуйста, вы вот тоже бывшие военные, скажите, мы, люди, воспитанные в советские времена, в советской армии, где чувство чести было у нас особое качество, я могу сидеть с положа руки? Вот здесь у меня сразу на ум пришло, конечно, высокие слова, это не высокие слова, потому что они недостижимы для наших парламентарий. А, но это другая тема. Я это имел ввиду, так чуть метафорой выразился, но вы меня поняли, я думаю, телезрители тоже меня поняли, ведь в том, что вы поставили перед ними условия вот эти три месяца, май месяц, вот гражданская платформа, да, она ходит уже на митинги год, кругом бегом будет скоро год, когда я побывал у них, по-моему, в марте, и ультиматумы вот последние видели, то один ультиматум, второй ультиматум, уже объединилась оппозиция, парламентская оппозиция в лице партии социалистов, нашей партии, которая, ну, будем считать, она не парламентская, но она в оппозиции к существующей власти, и вот гражданская платформа, вот они ультиматумы шлют. И ведь реакция властей налевая, то приглашают их навстречу, то не приглашают их навстречу решать вопросы, то отказываются они сами, то делают перерыв, вот не могу понять, вот такая вот, ну, как говорят, ползущая контрреволюция, да, была тогда, ползущая, да, а сейчас что, ползущая революция происходит? Я вам отвечу, Южай, я так, как и вы, когда в начале, это было, если я не ошибаюсь, в апреле, платформа, да, публично выступили, и особенно интенсивно этот месседж передавал журнал ТВ, я не знаю, может быть, это не этично говорить, мы вышли, мы поверили, мне полковник в отставке, мне звонит, он говорит, слушай, это около театра, опера, когда, нет, это еще было не это, было на площади, это уже было, да, и, он говорит, идем, слышал, и независимо, они же с микрофона там призывали всех нас, независимо от языка, независимо от этнической принадлежности, все на борьбу с олигархами и так далее, мы как, мы тоже, как обычные люди, мы пошли, потому что это раздавалось не с уст политиков, это раздавалось с уст таких же граждан, как мы, мы пришли первый раз, мы пришли второй раз, на третий раз мы собрались и написали письмо, официальное письмо на имя руководства платформы ДА, с просьбой принять наше предложение, вот мы хотели бы с нашей стороны предложить конкретные, не просто каждый день кричать одно и то же, а взять под контроль правительство, в каком плане, конкретно пункт первый, вот повысить минимальную пенсию, минимальную зарплату для социальных работ, то есть конкретику, мы написали, я сделал несколько экземпляров, думаю там же их много в руководстве, мы приходим с моим товарищем, на площадь, городок, где этот, как раз на стасе стоял, их было человека четыре, я не ошибаюсь, мы подошли как к своим, понимаете, с юмором, «Вет, ребята, здравствуйте», мы вот от нашей ассоциации просим предоставить нашему представителю слово для озвучивания, для одобрения народа, который будет на площади, вот некоторые конкретные, не просто ходить и уря-уря, а конкретные предложения, сроки, вы знаете, я был ошарашен, я подхожу к Настасе, даю ему это письмо, раздаю их чем четверо, все вздали, а Настасе говорит, что это? Я говорю, вам, ребята, от нас, от нашей ассоциации обращения, я не буду брать. Я полуоткрытым ртом остался, я ничего не понимал. Я говорю, что значит, вы не будете брать? Мы же к вам обратились, мы же с вами. Второй, Настаси молчит, а рядом с ним сидящий говорит мне, Дон Могилевич, напишите на Лимба-Дистат, потому что мы на русском написали, и отнесите нам в офис. Третий, бывший в камуфляже военном, который участвовал в Приднестровском конфликте, пальчиком вот так мне, Дон Могилевич, вы там, когда на телевизоре выступаете, фильтруйте базар, и вот пальчиком мажет. Я вам честно признаюсь, я сначала оторопел, я не ожидал такой враждебности, я не ожидал такого лицемерия. Они же на трибуне нас призывали, и тут в приватном разговоре я это услышал. Конечно, я сорвался, по-военному ответил этому товарищу, его от меня оторвали, увели в сторону. Я им заявил, все, ребята, вот хорошо, что он был со мной, товарищ тоже бывший вен, и он говорит, мы теперь поняли, кто вы на самом деле. Ну, потом источники, я об этом обозначил, мы прокомментировали это публично, и мне передали, что платформа, да, по плану должна была созвать общественность, привлечь к себе под этими лозунгами самыми уязвимыми народа, исходя из боли народа, и потом плавно перейти в политическую плоскость, и там за этой платформой стоят сторонники Филата, когда уже начали разваливаться, братья ЦОПы, в общем, это альтернатива либерал-демократической партии и противники Плохотнюка, то есть, будем говорить так, одна группа олигархическая воюет с другой, и нас использовали просто-напросто, как овец, для того, чтобы свести счеты со своим противником по... Вот что произошло. Когда мы это все увидели, и не просто нам сказали, мы сами на себе это почувствовали. Вы знаете, такая ненависть чисто человеческая у меня возникла, и тут жена говорит, видишь, мало тебе Филат, вот тебя и тут тоже натянули. Ну, извините. Давайте уйдем на рекламную паузу, а то мы подорвем экономику нашего канала. Дорогие друзья, рекламная пауза, а затем продолжим наши интересные, разговор, потому что и интересный собеседник. Рекламная пауза. Закончилась рекламная пауза, коротенькая. Мы продолжаем нашу беседу. У нас в гостях Федор Гелич. Все вы прекрасно знаете, новым председателем ассоциации общественной, это Молдова МЯ. Они занимаются благотворительностью, но рекламу делать не буду. Реклама, она идет впереди вас, потому что вы помогаете неимущим. Расскажите, пожалуйста, вот об этой помощи. Ведь в частной беседе вы рассказывали, очень многим людям вы помогаете. Пенсионерам там. Просто, чтобы люди знали. Да. Кстати, за что меня арестовали, и все помнят этот шум. ко мне как-то пришел профессор Шауга. Наверное, как вы слышали, в центре матери ребенка есть отец и сын, один заведующее отделение. Нет, нет. Это отделение, которое, ну, спасает детей от страшной болезни, так называемой сколиоз. Вы слышали? Это жутко. Я никогда не... Бог, спасибо Господу, что он избавил моих детей, моих внуков, этого. И он пришел ко мне, мы знакомы, наши дети, ну, как принято в Молдавии Кумов, я там и так далее, мы знакомы. Он пришел ко мне с такой железкой, знаете, как раньше горло у нас смотрит, да? Говорит, Федор Васильевич, вот так стоит у меня в кабинете, вот тырочку, вот здесь и здесь могут сделать у вас ребята? Мне... Ну, я, ну, чисто технически подумал, что это для машины какая-то деталь. И спрашиваю, этот... Николай Георгиевич, что это вам, что это нужно сделать? Подъедите к слесарям, слесарям вам, я позвоню ребятам, попрошу, они вам все сделают. Нет, у меня привезли ребенка, у ребенка ребра настолько деформированы, что зажали легкое, ребенок задыхается, не имеет пространства легкое, и оно зажато ребрами и позвоночником. И мне нужно вот эту деталь как-то приспособить, отодвинуть от легких ребра ребенку, мальчику 9 лет или 11, и чтобы ребенок мог дышать. Вы знаете, меня не это поразило. Меня поразило, что профессор сидит и думает, как железки приспособить, изготовить деталь и установить. Я говорю, как вы работаете? И он мне начал рассказывать, что во всем цивилизованном мире для этих случаев есть импланты. Это очень дорогостоящий медицинский титан. И в каких ужасных условиях ему сотни детей пришлось спасти и сделать их нормальными людьми, оторвав их от инвалидной коляски. Я говорю, ну давай, а чем помочь вам? Может быть, а что, у нас же есть заводы, есть фабрики. И он мне попросил, дал мне название этих имплантов. И я послал через нашу структуру международную, пустил через Германию по всем. Какие есть заводы, которые изготавливают, потому что это вживляется ребенку в тело. Мне дали координаты с Германии, из мире изготавливать завод для европейского региона, в том числе Латинской Америки и так далее. Он приводит ко мне на второй день родителей с девочкой. 12 лет. Ну, вы знаете, это не приводит. Это, не дай бог, я не хочу показывать. В общем, короче, ребенок был настолько изогнутый, что мама держала центр тяжести, перешел точку опоры. И она не могла сама стоять. Ее вот так согнуло, и мама ее поддерживала и вела ко мне. Вот это был переломный момент, когда у меня крыша поехала. Я когда увидел глаза этой девочки, они сели в кабинете у меня напротив. Рассказывать это спокойно нельзя. Невозможно. Мать плачет, отец плачет. Девочка не плачет, но с такими глазами смотрит мне в глаза. Прознесла одну фразу. Дядя Федя, помогите мне. Это перевернуло всю мою жизнь, честно вам скажу. Я по натуре впечатлительный, и я просто не мог. Я не знал, чем помочь. Родители успокоились, тут же хирург был. Нашли мы все, привезли. И с того момента я стал помогать этим детям. Все мои связи, все мои возможности я подключил для того, чтобы обеспечить эту больницу этими имплантами, спасти десятки этих несчастных детей, которые, если им не помочь, они пожизненно остаются в инвалидной коляске. Эта девочка сейчас заканчивает в Бельцах мединститут. Когда меня отпустили под арестом, она приехала вместе с отцом, они меня поздравили с Новым Годом. Значит, самая лучшая награда, когда тебе человек приезжает и если не говори спасибо. И так я оказался в этой цепочке. Но самая большая проблема оказалась в том, что люди бедные несчастные, эти импланты нужно оплачивать. Я поднял на уши всех наших политиков. Всех. У меня куча писем. Я выходил на прессу, я стучал кулаком по стулу и говорил, детей надо спасать. Но то, что вы воруете, хотя бы часть этих денег, поделитесь, помогите. Вот одна семья, вот другая семья. рождаются дети, никто не может объяснить, почему у ребенка в определенный возраст, позвоночник или горб, или все пишут. Скузац дом Многелевич и от Воронина, и от Гимпу, от всех я получил, у меня ответы все хранятся. Скузац дом Многелевич, ной, ну а вем бань. Все. И тогда я вышел на прессу, обратился ко всему гражданам, подключил все структуры международные, подключил всех и вся. Давайте собирать деньги, давайте помочь этим семьям. Но получилось так, что помог одному, помог второму. И знаете, когда люди получают позитивный результат, они начинают тебя рекламировать, чего я не хочу. Прут просто, ну не в обиду будет сказано слово прут, может быть, я неудачен, люди идут. Они думают, что там сидит Гелич, который все вопросы решает и все помогает. Но я обычный человек. Но я не могу избавиться сейчас от этого. Я хотел бы избавиться, но я не могу. Приводят детей, приходят старички, приходят эти пенсионеры голодные. Мы сегодня обеспечиваем парализованных. Детей, которых мы купили импланты на 80 тысяч, подарили центру матери, ребенка для детей, которые сироты, не имеют родителей. И государство у нас бедное, у нас нет денег. В государстве нет денег, а наши дети сироты приводят их в больницу, врачи разводят руками и их отвозят обратно в детдом в таком состоянии, в котором они едят. Вы теперь мне спрашиваете, почему я готов взяться за оружие? Вы встаньте рядом со мной, вы увидите, какие дети приходят. Я хочу увидеть вас, ваши глаза, насколько они будут сухими, когда вы это все увидите. Вот откуда злость у нас. Знаете, злость нужно подавлять в себе, а вот делать добро, это нужно быть добрым. У нас очень много автомобилей класса люкс ездят стоимостью по 100 тысяч евро. У нас дома строят государственные чиновники от миллиона евро и высших. И вот может быть когда-то у кого-то что-то проснется, может они свой дом отдадут под детский дом. Вы верите в такое? Может быть в Молдавии? Я не верю ни в качестве рекламы, хочу сказать, все, что говорит Тусатый, я двумя руками за. Мы я уже не верю в то, что тот, кто обожрался, которого пятиэтажный особняк, особняки, у которого унитаз позолоченный, что у него внутри что-нибудь зашевелится, когда он увидит несчастного человека, насколько я считаю себя жестким и я не ломаюсь, но у меня честно призусь, когда я вижу таких людей, у меня выходят слезы. Я не выдерживаю. Вот я хотел, Рената, вы в чем поддерживаете? Ну, он красиво говорит, он правильные вещи говорит. Меня жена его обожает, но она меня уже иногда это начинает, она ложится с именем, она бежит к компьютеру, она следит за его речами, она просто я говорю, слушай, я скоро иск представлю усатому, у тебя крыша поехала. Ну, в хорошем смысле, в части юмора. Меня вызывает уважение к этому политику и внимание, и он очень правильные вещи говорит. Единственное, Сережа, я уже прошел столько политических деятелей, и все кидали, и все обманывали. И я как та женщина, которая 10 раз была замужем, всякий раз неудачно, или муж импотент, или муж алкоголик, или наркоман, и так далее. И когда ей предложили 11 раз выходить замуж, вы представляете, насколько у нее срабатывает уже инстинкт самосохранения. Вот так и тут. Я его поддерживаю. Поддерживаю и боюсь ошибиться, потому что в политику, когда люди идут, как правило, это классика. Они используют электорат, а когда приходят в классе, их бросают. Вот чего я боюсь, что может произойти. А то, что он говорит, да, он радикально говорит, да, и популизма очень много, но, наверное, нам нужно принимать радикальные меры в отношении к той власти, которая нас довела до такой нищеты. Наверное. У нас получилась программа такая полуреволюционная. Ну, судя по вашим высказываниям, ведь ситуация в Молдове, она покрыта, знаете, чем? Вот таким мраком неверия ни во что и ни в кого. В первую очередь. Я бы сказал, до отчаяния людей довели. Да, и вот здесь даже рассуждать, вот я хотел бы поговорить, да, за экономику, за развитие экономики, за первые декреты, которые здесь должны быть озвучены в ближайшее время, которые оппозиция называла популистскими, ну, по газу, потому что на 11%, 10,9% цена подешевеет газ, вот, хотя другие аналитики говорят, даже на 26% минимум, после отмены фурдой и поправки. и здесь налоговые, значит, 6 месяцев без налоговых проверок пройти, ну, и вот эти действия, которые я хотел в начале программы как-то озвучить, они все равно вот сходят на нет при одном вот таком вашем радикализме подхода, ведь все, что вы говорили, это диктатура будет в самой жесткой форме, если, как вы сказали, да, будет, например, человек, как, похож на батьку Лукашенко, ведь здесь тюрем будет заполнен, в первую очередь, и контроля состава общества не будет. Вы знаете, мы, наверное, дошли до такой точки, когда не хочется никакой демократии, хочется диктатора, хочется, чтобы пришел настоящий хозяин в дом и все расставил по справедливости и каждому дал по потребности и по уму. В такой ситуации, когда ты находишься на грани отчаяния, когда ты находишься, вы знаете, это не стыдно сегодня говорить, люди не имеют что кушать. Вот сейчас, наверняка, вы тоже живете в Кишиневе, сейчас пришли счета вот за коммунальные услуги, в частности, за электричество. Моя жена даже боялась мне назвать сумму за электроэнергию, когда я пришел. Я говорю, ну говори, сколько? Папа, мне даже страшно тебе говорить. То есть, вы понимаете, я сразу себе, когда она назвала сумму, я сразу же говорю, а сколько мы платили раньше? Потому что у меня хозяйка дома жена, я честно признаюсь, она там у меня президент, она все сама знает, что к чему. Когда она мне назвала сумму, допустим, 800, и тут же называет после подорожания 1200, то есть, получается, на 50%, у меня сразу же вопрос автоматически сработал, как тебе пенсионеры? У меня дом военный, где я живу, там еще военный, еще пенсия военная, а где, как те справляются, вот ту бабушку, я вспомнил, которую мы сейчас помогаем им, еще других парализованных, которые я тоже, мы их обеспечиваем, а как им платить? Я вам скажу больше, мы даже некоторым семьям коммунальные услуги помогаем платить, у нас есть финансовые документы, не просто так, я не говорю так просто, вы можете прийти, я вам могу показать публично это все, и мне страшно, они сейчас должны платить на 50%, откуда эти люди возьмут деньги? И мне вот сегодня буквально информацию передали, что люди уже не кушают, потому что главный страх у людей это потерять в доме электричество, они кушать не будут неделю, две, но чтобы только свет не выключили в доме, вы представляете до чего людей довели, кому они нужны? И сегодня меня вот после выступления на пресс-конференции мне звонили, говорят, тебя могут привлечь за угрозу, вот как вы сказали, я еще раз публично говорю, господин президент, господин парламент, вы можете меня еще тысячу раз арестовывать, но если до 1 мая вы не прислушаетесь к нашей просьбе, давайте поправим, мы к ним обращаемся как к той власти, которую мы избрали, мы пойдем на отчаянный шаг, нам уже терять будет нечего. Заканчивая программу, я скажу так, отчаянный шаг, он ведет к отчаянным мерам, отчаянные меры ведут к развалу, разрухе, нищете, но вот как послушать вас, нищета преследует нас по пятам, граждан республики Молдова. Спасибо вам, что вы пришли в гости, что вы ответили на вопросы, я старался вам не мешать, вот, теперь ясна ваша позиция, и думаю, что доброе дело, доброе дело, которое вы делаете, оно не забывается, не забывается, буду надеяться, спасибо, что вы пришли в гости, у нас в гостях был интересный собеседник, и программа у нас интересная, смотрите нас, будет все, как говорят, окей, до свидания, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова